В наших беседах мы подошли к книге Бытие, 6 глава, 5 стих. С 5 по 6 стих мы встречаем то, что называется словом «антропоморфизм». Это литературоведческий термин. Это явление встречается в Библии неоднократно. Слово «антропоморфизм» происходит от двух греческих корней. Антропоморфизм — это наделение Бога человеческими качествами. От греческих слов «антропос» — «человек» и «морфей» — «форма». Нам дан лишь человеческий язык. Мы не понимаем язык Божества. Мы не можем говорить с ним на одном языке, на его языке. Так вот, Бытие, 6, 5 «И увидел Господь Бог, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца его были зло во всякое время». Очень такое краткое и емкое определение. Все, всякие, все, во всякое время. «И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем». Вот это классический пример антропоморфизма. Священное Писание говорит, что... Господь говорит, «Жаль, зря я это сделал. Не надо было мне сотворять человека». Так, по крайней мере, слово «раскаялся» понимается на нашем языке. Но Бог не человек. Значит ли это, что Бог не ожидал такого развития ситуации? Значит ли это, что Он удивился, как до такого дожили? Значит ли это, что Бог был не готов к таким событиям? Нет, конечно, не значит. Иначе Он не был бы Богом. Он был бы ограниченным. Он перестал бы быть безграничным. Бог всеведущий знает все. Он знает будущее. Он знает события еще до того, как они происходят. Но Бог не просто знает будущее. Он управляет будущим. Однако автор Священного Писания рассказывает нам о происходящем словами человеческими, с точки зрения человека. Он описывает аналогичную реальность, аналогичное состояние Бога. Бог может скорбеть. Это скорбь похожа в чем-то на нашу. Но не потому, что, с Его точки зрения, что-то случилось неожиданно. Нет. И все же у Бога скорбь и разочарование. И Бог решает совершить суд и уничтожить творения и людей, и животных. И послать суд смерти. Каждое поколение обречено на смерть, но этот суд внезапен и ужасен. И все же будет исключение, в котором Бог проявит свою благодать. Ноя же обрел благодать пред отчаяния Господа. Ноя, тот самый отец трех сновей. Бытие 6.14. Ноя получает заповедь. «Садил из себя ковчег». И потом Бог конкретно подробно рассказывает Ною, как этот ковчег строить. Ноя, 22 стих, говорит, что Ноя сделал все, как повелел ему Господь Бог. Обратите внимание на контраст. 6 глава, 5 стих. «Все человечество развратилось, всякий человек развратился во всякое время». 6.22. «Сделал Ноя так, как повелел ему Господь Бог». «Все люди на земле делали все злое». Один же человек послушался Бога. В 3 стихе мы читали о том, что дни его будут 120 лет. Очевидно, с момента, когда Ноя получил указание строить ковчег, до входа Ноя в ковчег прошло 120 лет. «Был один страшный человек, который писал о Боге страшные вещи. Но при этом он был умнейшим человеком, специалистом по классическим наукам, философом, писателем, сыном лютеранского пастора. Его звали Фридрих Ницше. В своих книгах, среди прочего, он написал одну великолепную фразу, замечательную фразу. Эту фразу использовал христианский писатель Юджин Питерсон. Использовал ее в качестве названия своей книги «О псалмах восхождения», «О псалмах, которые паломники пели, входя в Иерусалим в праздничные дни». Юджин Питерсон написал книгу по псалмам и назвал ее цитатой из Ницше, этой прекрасной цитатой страшного безбожного человека, не просто безбожного ненавистника христианства. Фридрих Ницше. А фраза такая «Долгий путь послушания в одном направлении». Долгое послушание в одном направлении. Почему Юджин Питерсон назвал книгу именно так? Путь в Иерусалим действительно был долгим. Пришлось, приходилось идти пешком. И когда они ходили в Иерусалим на праздники, они повторяли псалмы. Они снова и снова пели псалмы «Восхождение», потому что буквально они в горах, по горам шли вверх. Вот и назвал Питерсон свою книгу «Долгий путь послушания в одном направлении». Ной получил заповедь построить ковчег. На это ему понадобилось 120 лет. Это тоже долгий путь послушания в одном направлении. И мы не знаем. Мы не можем с уверенностью сказать, бывал ли до потопа дождь, ну, по крайней мере, такой дождь, как бывает сегодня. Был туман, из-за которого орошалась земля, через который орошалась земля. Возможно, люди, которые смотрели, как Ной строит ковчег, даже не знали, о чем идет речь. Может быть, дождь они даже видели, но уж потопа они точно не видели. Его строительство столь огромного и уникального и необычного объекта скорее всего привлекло внимание всего мира. И он наверняка объяснял, зачем он строит этот ковчег. Люди знали о предупреждении, люди знали о предстоящем суде, люди знали, что этот ковчег ковчег спасения. В Новом Завете Ной называется проповедником правды. Значит, не только Ной строил ковчег на протяжении 120 лет, но и проповедовал предупреждение, осуждение, призыв к покаянию. Но никто не ответил. Никто, кроме его родственников, кроме его семьи. Седьмая глава, первый стих. Бог говорит, все, пора заходить в ковчег. Войди ты и все семейство твое в ковчег, ибо тебя увидел я праведным предо мною вроде сем. Несколько слов по поводу устройства ковчега. у нас не так много времени, но все-таки скажу. В 14 стихе 6 главы описывается этот ковчег из дерева гофер. Что это за дерево, мы точно даже не знаем. Обратите внимание дальше. Отделение, сделай их ковчеги, и осмоли его смолою внутри и снаружи. Смола для того, чтобы вода туда не попадала. Чтобы запечатать это дерево, укрепить его. Слово, которое здесь используется, и которое переводится как смола, это слово капур. Капур. Это же слово переводится как покрывало жертвы умилостивления. Люди, которые войдут в ковчег, будут покрыты. Воды осуждения их не коснутся. Один известный буританский проповедник проповедовал проповедь, которая называлась так. Иисус Христос. Ковчег для всякого Ноя. Ковчег это прообразы Иисуса Христа. Всякий, кто во Христе и всякий, кто в ковчеге, укрыт от осуждения, открыт от смерти, укрыт от гнева Божия. Тот, кто вне Христа, не укрыт от осуждения, не укрыт от гнева Божия. Мы не можем иметь полную уверенность, что измерения во времена ковчега, во времена потопа соответствовали нашим сегодняшним измерениям. Но представьте себе вагон поезда. Вот 14 стих говорит нам о размере ковчега. 300 локтей в длину, 50 в ширину, 30 в высоту. Это значит, это равно 522 железнодорожным вагонам. Туда поместится 14 тысяч тонн. Нет, извините, я оговорился. если бы было только 188 вагонов, можно было бы посадить туда 45 тысяч животных размера овцы. А как насчет рыб? Рыбы здесь не учитываются. Здесь говорится только о тех, кто имеет дух жизни, имеет дыхание. Ученые говорят, однако, что такой потоп погубил бы всех рыб. Но необходимо отметить, что это сверхъестественное духовное осуждение, которое Бог осуществляет физическими средствами. Но осуждение сверхъестественное. Оно необычно. Во-первых, нужно собрать животных, ковчег. Обычными средствами этого не сделаешь. Во-вторых, нужно как-то усыпить или, по крайней мере, усмирить этих животных на долгий промежуток времени. Обычным способом этого не сделаешь. Все это сверхъестественно. Суд сверхъестественен. Как посадить животных в ковчег, это сверхъестественно. Как заботиться об этих зверюшках, тоже вопрос сверхъестественен. Бог призвал спасенного человека к очень неприятной вещи, очень неприятному заданию. 120 лет ты будешь работать как вол, потом несколько недель будешь плавать на вонючей лодке среди животных, о которых нужно будет еще заботиться, чтобы они выжили, пока ты на лодке. То есть сначала ты будешь строителем, потом ты будешь с животноводом, только животноводом не в поле и даже не в хлеву, а на корабле. Но твоя задача сохранить весь мир. Твоя задача сохранить всех живущих. Мы переходим к ковчегу. В 7 главе описывается начало потопа. 7 глава, 11 стих, 600 год жизни Ноевой, во второй месяц, в 17 день месяца, все день разверзлись все источники великой бездны. То есть не только дождь, что-то случилось и под землей. Вода сходила не только сверху, но и поднималась снизу. Это был необычный дождь из облаков, как мы можем себе представить. Исчезла водная покрывала над землей, и вода стала подниматься снизу. В нашем разговоре о книге Бытие, первая и вторая главы, мы задались таким вопросом, сколько лет Вселенной? Можно ли утверждать, что Вселенной действительно 12-14 миллиардов лет? Можно ли утверждать при этом, что жизни 4,5 миллиарда лет, а человечеству 1 миллиард лет? Можно ли, оставаясь верным библейскому повествованию, принять такие научные данные? Мы обсуждали эту возможность. Мы задались вопросом, можно ли интерпретировать библейское повествование таким образом, чтобы допустить эти величины. Да, возможно. Возможно, если принимать теорию разрыва между первыми двумя стихами первой главы книги Бытия. Возможно, если мы, например, зададим себе вопрос, сколько лет жили Адам и Ева до грехопадения. Возможно, если взять еврейское слово день и слово йом и утверждать, что день это не 24 часа, а целая эпоха. Все это возможно. Я в такое толкование не верю. Я считаю, что Земля относительно молода, но это возможно. А теперь перед нами очень похожий вопрос. Этот потоп, был ли он всемирным? Или он лишь местный? Локальный? Есть много очень хороших и образованных и благочестивых христиан, которые считают, что Вселенной много-много-много лет и жизни на ней много-много лет. Точно так же есть немало образованных благочестивых христиан, которые считают, что этот потоп локальный, местный. Они предлагают альтернативное объяснение на основе еврейского текста, который приводит нас к выводу, что потоп локальный или местный. Но я должен сказать вот что. Христиане так активно изучают первую, вторую главу книги бытия, пытаются показать, что Вселенной много-много лет и так активно изучают седьмую, восьмую главы книги бытия, пытаясь показать, что потоп был лишь локальным, не потому, что пытаются разобраться в смысле библейского текста, а потому, что пытаются согласовать Библию с данными научных исследований, потому, что приоритет для них имеют данные науки, а не свидетельства Библии. Я повторяю уже который раз, я не ученый, я проповедник. Поэтому прислушайтесь, пожалуйста, к рассуждениям ученых, которые верят библейскому повествованию. Их мнение гораздо важнее моего. Я не буду ничего защищать или оправдывать, я просто скажу. Я считаю, что потоп был всеобщим, всемирным. Я считаю, что мы вполне можем показать, что он был всемирным. Если бы это явление было лишь естественным, потоп мог бы быть и локальным, местным. Но потоп-то был сверхъестественным. Бог, сотворивший мир, Бог, законодатель естественных законов, теперь не спровергал естественные законы, теперь не спровергал сотворенный мир для того, чтобы совершить свой суд. Вот в чем смысл потопа. Субтитры Субтитры создавал DimaTorzok